Начиная разговор о том, что существуют эффекты и что их можно измерить, теоретики постепенно переводили этот разговор в русло того, а собственно если есть эффекты, то какова в принципе роль медиа, каковы функции, которые медиа выполняют в обществе, то есть, грубо говоря, возникает вот такая инструментализация что ли медиа, медиа воспринимается как инструмент для изменения общественной жизни, да и таким образом мы видим чистый медиадетерминизм, который потом еще мы будем встречать в абсолютно различных направлениях и теориях. То есть, да, представители колумбийской школы изучали или измеряли краткосрочные эффекты медиа на индивидов, не транспонируя такое влияние на общество, как на социальную структуру и поэтому чуть позднее возникают попытки это делать и они возникают в том числе в группе пропагандистской силы, в частности у Ласвелла, который считает, что у медиа три функции, их выделяет, да. Первое, это наблюдение за социополитическим окружением, то есть, при помощи медиа мы наблюдаем за тем, что творится вокруг нас. Во-вторых, это интеграция различных общественных составляющих, то есть, при помощи медиа мы взаимодействуем с другими социальными группами, узнаем, что у них происходит и, исходя из этого, корректируем свое поведение в социальном мире. А третье, это передача культурного наследия. Медиа позволяет воспроизводить культуру или культурное наследие. Безусловно, проблема, так сказать, в этом случае, проблема, так сказать, этой типологии в том, что, так сказать, функций может быть куда больше и вопрос заключается в том, что наличие или попытка выделить любые универсальные функции предполагает, что все люди одинаковым образом пользуются медиа. Чуть позже мы увидим, что это не так, не совсем так или даже совсем не так. Таким образом, чуть позднее возникают вот эти вот модели или, как называют, нормативные модели медиа. Наиболее характерной книжкой здесь является книжка Сиберта Шрама и Питерсона, да, и здесь нас больше интересует фамилия Шрама, который относился к исследователям вот этой вот парадигмы пропагандистской силы. Собственно, книжка называлась «Четыре теории прессы», написанная в разгар холодной войны. Книжка предполагает, что существует четыре теории прессы, и каждую из них подробно написывает. Первое – это, так сказать, авторитарная теория прессы, характерная для монархических государств, там Ледовик XIV, там, по-моему, приводится в пример, и так далее. То есть, в авторитарном режиме пресса подчинена интересам верховного правителя. Во-вторых, это либертарианская теория СМИ, предполагающая, что СМИ абсолютно безграничны, они ничем не ограничены, они могут действовать так, как они считают нужным, и за счет этого возникает свобода информации, свобода распространения информации, и это позволяет действительно информации приобретать значимость за счет того, что, значит, журналисты независимы, они действительно могут лучше контролировать там, раскрывая правду и так далее. Но, исходя из того, что пишет Сиберт Шрампитерсон, эта теория не совершенно до конца, потому что либертарианская теория исходит из отсутствия каких-либо ограничителей в деятельности журналиста и, соответственно, масс-медиа. Поэтому идеальным вариантом, который они предложили, был вариант, как они ее назвали, теория социальной ответственности медиа, предполагающая регулирование медиа при помощи этических различных механизмов, которые опираются на идею общественного интереса, что не просто любая информация заслуживает того, чтобы, так сказать, быть распространенной, в том числе информация о накачанных губах знаменитостей, например, если мы мыслим в либертарианской парадигме, а только та информация, которая действительно является общественно значимой, представляет социальный интерес, влияет на социум в целом. И вот это такой идеал, который пытается строить Сиберт Шрампитерсон, безусловно, нормативный идеал, предполагающий определенную норму того, как должны взаимодействовать медиа с властью. Ну и четвертая модель пресса, она называлась советская коммунистическая. Это модель, предполагающая, что медиа подчинены партии, подчинены таким образом правительству, тогда как в авторитарной модели они подчинены все-таки одному лицу, монарху, грубо говоря. В сущности, с моей точки зрения, между этими двумя теориями нет никакого различия, что она авторитарная, что она советская партийная, но понятно, что в разгар холодной войны Сиберту Шраму Питерсону хотелось, конечно, очень хотелось описать отдельно советскую, и они это и делают. Соответственно, но надо заметить, что вот эти нормативные модели прессы, они очень глубоко проникают в сознание, и давайте не забывать про то, что это все-таки 70-е годы. В 70-е годы американская журналистика доказала, что она свергла президента Соединенных Штатов Америки, заставила его уйти в отставку, имеется в виду дело Watergate, конечно. В результате действия двух журналистов из Washington Post, президент был вынужден уйти в отставку, потому что они расследовали его деятельность и, в общем, пришли к выводу, что действительно взлом в штаб-квартире Демократической партии Соединенных Штатов Америки был организован лично и санкционирован лично президентом Никсоном, что заставило Никсона позднее уйти в отставку. Естественно, это привело к такому вот взрыву, что ли, общественных настроений относительно того, что медиа — это такой вот сторожевой пёс, или СМИ — это сторожевой пёс на службе демократии, который в самый ответственный момент всегда готов прийти на помощь, что масс-медиа — это так называемая четвёртая власть, предполагая, что это третья и четвёртая после трёх основных ветвей власти в обществе, ну и так далее и тому подобное. Безусловно, у всех этих нормативных моделей есть свои недостатки, они гипертрофируют роль медиа в обществе на самом деле, они гипертрофируют в том числе роль медиа в политических процессах XX века, но, тем не менее, это нормативные модели, они исходят из некого постулата, идей о значимости воздействия медиа на людей.